Всем привет, с вами грязный бомж Нюкин, и мы продолжаем выживать в России. Ну отдохнул я значит немного, и походу уже наступило утро, да. И так я вчера сильно устал, что как пришел, сразу бухнулся в постель. Успел только дверь заколотить. Вот, даже забыл посмотреть, что там в сундуке оставил Билл. И кстати, я до сих пор не понял, куда он делся, куда он исчез. В общем, ладно, может быть узнаем, может быть сундук откроет нам эту тайну. Так, не понял. Биты, которые я ему к ногам приматывал вот этой изолентой, чтобы они у него срослись, как следует. Но подождите, меня ведь всего где-то неделю не было, какого фига? Что-то тут не так, не могли у него так ноги быстро выздороветь. Что-то тут какое-то мутное произошло. Ладно, значит... Так, мне нужно выбираться, иначе я тут сдохну, по-любому. Еви совсем мало осталось у меня. Ну не то, чтобы мало, но и не бесконечное число. Маленько вот стейков съем. Все. Мои драгоценные дошки я оставлю на потом. И потихоньку, я думаю... Вроде так никого не видно отсюда. Потихоньку, помаленьку свалю. Так, ну хорошо, что я придумал дверь свою заколотить. Никто ночью не ворвался. Да. Блин, короче, если нужны будут советы по безопасности, то спросите Нюкема. Ладно, может вот так вылезу. Вот дебил, блин. Так, никого нету. Ох. Походу они решили, что я только ночью могу бегать. А утром решили маленько поспать. Сейчас самое раннее утро. И давайте по-тихому. Так, бочком-бочком свалим. Так, план такой. Мне нужно как-то придумать, как мне вернуть мои вещи из полицейского участка. Я, конечно, ночью почитал ваши комменты. И каждый второй советует переодеться в мента. Да, идея офигенная. Просто поразительная. Только есть одна проблемочка. А где мне достать вещи мента? Ну и, конечно, вы скажете. Ну, господи, Нюкем, что ты придумываешь? Берешь, убиваешь милиционера и одеваешь его в шмотки. Все просто, все элементарно. Ну, я надеюсь, вы, конечно, не всерьез так скажете. Потому что на самом-то деле это по-любому проблема. Да еще какая. Убивать я никого не хочу. Вот. А просто так в кустах форма полицейского не валяется. Это факт. Вот гопника можно, конечно, кокнуть. Но тоже нафиг он мне сдался. Ладно, давайте. Давайте что-нибудь придумаем. Для начала нужно найти милиционера. А судя по всему, их должно быть сейчас в достаточном количестве в округе. Они должны заниматься, вообще-то, моими поисками. Но мы знаем, в какой стране мы живем. И, скорее всего, сейчас они где-нибудь страдают фигней. Потому что до сих пор я не получил в свою задницу ни одного пистона. А то вот ночью, когда они, видимо, были активные, сразу только из кустов высунулся. Пиу-пиу-пиу! Еле успел зашить потом. Чтоб вся кровь не вытекла. В общем, нехило мне досталось тогда, но смог я свои ноги унести. А сейчас, вот смотрите, что-то ни одного. Но, тем не менее, может быть наоборот. Может, не повезло, что меня не заметили. А они так хорошо прячутся, что я их не вижу. О-о-о! Что это там такое? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Не спалить меня. Затылком, да? Ко мне. Чё это он там лежит? А-а-а! Это, походу, типа, кемпер-снайпер! Только где его снайперка? Так, ну, ребята. Походу, лучшего варианта не будет. Ещё у меня есть бита. Воспользуемся эффектом неожиданности. А-а-а! А-а-а! Нихрена ему засадил! Хо-хо-хо-хо! Он, походу, в отключке. Так, ну, вроде... Вроде пока дышит. Зрачки на свет не реагируют, но... кажется, дышит. Ладно, хоть не убил. Так, аккуратно, аккуратно. Чтобы нас никто не увидел, надо тело тащить куда-нибудь подальше, и там переодеться спокойно. Какой толстый, а! Блин, они хило так вас кормят там. О! Кажется, подходящая яма. Всё, давай. Давай-давай, первый пошёл. Замечательно. Давай-давай-давай-давай-давай. Всё, в уголок. Залез... В уголок, я сказал. Вот в этот уголок. Всё, сейчас мы будем... переодеваться. Дамы и господа, встречайте офицера Нюкема! Служить и защищать. Вот теперь мой девиз. Так, ну что, товарищ полицейский? Холодно, да? Извините, пожалуйста, ну... Вот так вот сложились обстоятельства. Давайте поглядим, что мы нашли у товарища полицейского. Во-первых, это целая россыпь мелочи. Не знаю, зачем ему столько десяток. Во-вторых, 10 тысяч рублей. Это уже лучше. Так, эм... 7 золотых пуль. Странно, вообще-то. И золотой... Точнее, позолоченный какой-то пистолет. Тебе зачем золотой пистолет? Понятно, объяснения приняты. И самое интересное, это, наверное, телефон. Да, но звонить я по нему, конечно же, пока что не буду. Так, ну, как видите, он уже пришел в себя. И замечательно. Заметьте, как пригодились веревки, которые я вытащил из сундука Эдварда Билла. Просто в тему оказались. Вот, ну и, конечно же, я понимаю, что я поступил как сволочь. Поступить, эээ... Извините, пожалуйста, товарищ полицейский. Я вот вас полечу этой зелью, которую я стащил из тюрьмы. Опа. Надеюсь, вам стало получше. Но... В целом, конечно, понятно, что в таких условиях вы долго не протянете. Уже скоро наступит глубокая осень. Поэтому, думаю, первым делом я маленько освоюсь в своем новом образе африканского полицейского. И заодно как-нибудь подумаю над тем, каким образом обустроить вам новое место жительства. Ну все, никуда не уходите. Так, ну а я пошел. Конечно, страшновато вот так вот впервые за две недели в открытую ходить. по открытой же местности. Но... Не думаю. В целом, круто, да? Я придумал то, что свою измазанность сослать на цвет кожи. И давайте заодно придумаем мне какую-то легенду. Вот. И пока вы думаете, я хочу вам рассказать кое-что о том, что я думаю насчет этого пистолетика, который я нашел у товарища полицейского. А я думаю вот что. Полная хрень. Судя по всему, это не настоящий полицейский. Ну то, что, конечно, настоящий. Просто это какое-то ссыкло. То есть, пока все остальные рядовые полицейские занимались тем, что охотились на Нюкема, он, судя по всему, зассал. Прямым текстом зассал. И решил, так сказать, заныкаться где-то в кустах. В буквальном смысле заныкался в кустах. И типа, наверное, он всем рассказал, что он, мол, будет сидеть в засаде и меня караулить. А по факту, просто ссал там тихонечко. И, судя по всему, это трофейный пистолет, который не дают обычным полицейским. Видимо, это какой-то мажор полицейский. И, судя по всему, на нормальной такой должности. Думаю, это хотя бы майор или вдруг даже какой-нибудь полковник. Кто знает. И вот, что я думаю насчет золотых пистолетов. Полное фуфло. Поглядите, как он стреляет. Так. Да он вообще не стреляет. Судя по всему, ему эти патроны даже не подходят. О чем этот дебил, видимо, даже не знал. В общем, очень я соскучился по своему родному самострелу, который для меня любезно сделал мой друг Эдвард Билл. Эх, Билл, где ж ты, друг? Ладно. Сегодняшний наш с вами план это разведать обстановку и посмотреть, как-нибудь реагируют на меня милиционеры или нет. Полицейские, так сказать, будут ли за мной гоняться. Для этого нам нужно их найти. Вот знаете что? Это какая-то подстава. А вот, хотел уже пожаловаться, что когда они не нужны, они тут как тут, а когда нужны, так фиг найдешь. Днем с огнем. Ладно, пистолет уберем подальше. Так, полицейские вбиты тоже не катят. Вот, рубль, скажут, что взятку взял. Хотя какая-то взятка, рубль. А скажут, что вот, на камеру снимаю место возможного происшествия. Так, и давайте аккуратненько пройдем мимо полицейских. Если не накинутся, значит уже хорошо. Значит уже можно что-то делать, что-то планировать. Так, ну, они либо слепые, либо, ух, я думал, они мне орут. Так, след. Песики, ну уж если вы на меня не среагируете. Так, ладно, все, ближе подходить не буду, потому что, конечно, вопросов ко мне сейчас никаких не последовало, но в целом с меня можно спросить, фиг ли ты тут мегр делаешь в России в форме полицейского. Ладно, будем считать, что я, мол, товарищ по обмену, поэтому они ко мне не подошли и вопросов лишних не задавали. Хотя, видимо, им сейчас не до этого, они ищут Нюкема. Да, а я же не Нюкем, я товарищ полицейский с телефоном. Ладно, нам нужно сейчас как-нибудь обезопасить нашего господина гостя полицейского, который сидит сейчас в холодной пещере от замерзания. Да. Кстати, зацените, какие плюсы дает этот модный костюмчик. Даже не докапываются до меня. Эй, эй, что, есть какие-то вопросы, а? Правильно, правильно. Вон туда, смотри, не на меня. Не рискую лучше. Офигенно. Да, конечно, круто быть полицейским. Мне круто, когда за тобой гоняются полицейские. Ну, а мы, пожалуй, купим немножко коробок и обустроим там лежанку для мента. Так, правильно меня узнают, молодец. В общем, вот, коробочка раз и денег на коробочке нам точно хватит. Да. Ну, в целом, его же деньги я трачу на него самого. В целом, я считаю вполне себе честно. Конечно, если не учитывать то, что это я ему бошку проломил. Но я же ее и вылечил. Так ведь? Как думаете, сколько еще нужен коробок? Ну, давайте впрок закупимся. Вот так вот. А на остальные деньги, пожалуй, можно будет купить ему поесть. И маленько попить. Думаю, кока-колы ему хватит. Воду я себе оставлю. Воду я сам люблю. Так, так, так. Пожалуй, кока-колу возьмем. Еще две. Ой, блин, что я, значит, беру? Так. А, зараза. Он только обменивает. А купить нельзя. Вот ты жулик. Ну, ладно. Три рубля заработали. Супер. Ладно, покупаем дошек. Дошеков сколько возьмем? Ну, а давайте возьмем 10. Все, на двоих. Замечательно. Все. Ну? Э, ты офигел, что ли? Какого хрена? Так, ну, вообще, это супер. Потому что я сейчас могу безнаказанно их убивать. Да, и ничего мне за это не будет, дебил. Может, ты какой-то ауешник или еще какая муха тебя ужалила. Но, в целом, видишь, твой товарищ посмотрел на тебя, как ты дебила. Искренне мне тебя жаль. Но повезет в другой жизни, видимо. Которая у тебя не будет. Но это как-то неожиданно. Какие ваши мысли? Почему на меня напал какой-то хрен непонятный? И почему он меня не побоялся? Может, он... А-а-а! Мы, походу, не только ауешника завалили, а еще и расиста. Да, расистам быть плохо. Давайте проверим, может, все-таки уже провалилась моя легенда? Если тот вертухай на меня не кинется, значит, все ок, пока что. На всякий случай возьмем золотой пистолет. Типа, я важный человек. Да, походу, работает. Ну что ж. Ладно, ребята, смотрите. Мы купили... Дофига коробок, немного еды. Слегка подкорректировали свою внешность. И... Думаю, дальше нам следует... Поподробнее разработать план, как нам вернуть свои вещи. И... Непосредственно в этом плане нам... Прямую, непосредственную... Помощь окажет наш новый друг. Который сидит вот где-то там, в холодных горах. И именно к нему мы сейчас пойдем... Помогать ему с обустройством... Так сказать, временного жилья. А с вами был Нюкем. Теперь уже... Товарищ полицейский Нюкем. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok